Ориентировочно тепло начнут подавать 19 сентября, но все во многом зависит от погодных условий. Будет ли запущена новая котельная в Аксу? О том, как завершается подготовка к предстоящему отопительному сезону, наш следующий материал. По данным регионального управления энергетики и ЖКХ, на электростанциях работы ведутся в соответствии с утвержденными графиками ремонтов. К началу отопительного сезона будет обеспечен необходимый состав оборудования. На угольных складах энергоисточников области имеется нормативный запас топлива 1,4 миллиона тонн угля и 17 600 тонн мазута. Для обеспечения потребителей качественным теплоснабжением предусмотрено несколько проектов. Это по городу Павлодар два проекта. Строительство тепловой магистрали номер 31 и строительство тепловых сетей по улице Естая, Академия Маркулана. Предусмотрены объемы работы завершены в полном объеме. В настоящее время ведется обвязка труб к существующей системе теплоснабжения. В городе Аксуо реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей микрорайона 4, 6 и 8Б. Предусмотрены объемы также завершены в полном объеме. В областном центре на 25 августа из 170 повреждений после повторных гидравлических испытаний 109 устранены. В соотношении по южному сетевому району это составляет 21 повреждение, по северному сетевому району 49. В целом отсутствует ГВС на сегодняшний день по причине проведения капитальных ремонтов тепловыми сетями устранения повреждений на 260 МЖД. То есть изначально при испытании в двух районах у нас порядка 500 домов были без ГВС. В этом году новая котельная Аксуо будет все-таки запущена. С 26 августа здесь начались пусконаладочные работы. Принимаю во внимание, что все-таки котельная новая, есть риски, как новое оборудование будет работать. Соответственно, мы изначально направляли письма АЗФ о том, чтобы они предусмотрели все ремонтные работы для обеспечения теплоснабжения города в текущем отопительном сезоне. То есть они готовы обеспечить полностью теплоснабжение города Аксуо в текущем году. Но, тем не менее, мы работу ведем. И изначально планировалась котельная работать 50 на 50 в плане того, что будет работать АЗФ и будет работать новая котельная. Так что здесь рисков по теплоснабжению города Аксуо вообще нет. По словам спикера, потребность населения в угле составляет 428 тысяч тонн. Бюджетных организаций – 133 тысячи. Розничная стоимость угля за одну тонну с учетом ее доставки варьируется в зависимости от отдаленности населенного пункта от 8 до 20 тысяч тенге. В Паладаре, Аксу, Паладатском и Черботинском районах твердое топливо реализуется с 8 железнодорожных тупиков.